Секрет медицины Сохранить свое здоровье. Что же нам нужно делать для того, чтобы прожить долгую, счастливую и качественную жизнь? Итак, представляю вам Ашербаеву Зину Кадыровну, заведующую поликлиникой медклиники «Виданта», врача высшей категории, отличника здравоохранения Кыргызской республики. Добро пожаловать. Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь, будем с вами знакомиться. Ну и начнем нашу с вами беседу. Сегодня тема нашей передачи – это плановый профилактический осмотр. Ну и, в общем-то, наверное, это какая-то такая, на мой взгляд, базовая вещь, в общем-то, которая наверняка должна быть в понимании каждого человека, каждого человека, который хочет, чтобы его здоровье было на уровне, для того, чтобы не мучиться, не страдать от всяких разных болезней, которые вполне можно было бы избежать, если бы человек вовремя пришел как раз на плановый осмотр. Вот расскажите нам, пожалуйста, что это такое плановый осмотр? Кто должен приходить на плановый осмотр? Вот у нас такое всегда есть, мне кажется, мнение, что только детки маленькие, из самого младенчества, да, они идут к врачу, точнее, родители ведут их к врачу, чтобы их осматривали каждый месяц или сколько-то. Но взрослые, взрослые люди должны ли приходить к врачу, и как часто? Да, вы правы, это очень такой в медицине наболевший вопрос, потому что не всегда население представляет, что это такое, что из себя представляет этот плановый медосмотр. И, соответственно, конечно, нет возможности следить за своим здоровьем. Хочу вот объяснить вам, что это плановый медосмотр, так называемый ЧКАП. Это полное обследование и диагностика организма. Вот Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежегодно проходить обследование организма всем людям, ну, уже начиная, наверное, с рождения ребенка. Хочу вот раскрыть этот момент по поводу детей, да. Вот вообще план медосмотра детей вообще планируется с рождения. То есть, что и у нас пока что более-менее соблюдается, это вот после родов в роддоме сразу новорожденного смотрит неанатолог-педиатр. Для чего? Для того, чтобы оценить состояние развития здоровья этого ребенка и параллельно выявить на ранней стадии какие-то врожденные патологии. А в последующем, конечно, детки передаются педиатру в Центр семейной медицины, где и продолжается этот плановый медосмотр. До какого возраста у нас? Вот детки постоянно должны приходить и с какой периодичностью? Раз в месяц или раз в полгода? До года очень часто наблюдаются они у педиатра. Потом, в зависимости от возраста, соответственно, они по календарю получают профилактические прививки и параллельно, значит, проходят комплекс обследования и консультации специалистов. Хочется подчеркнуть, что в первые годы ребенка необходима обязательная консультация детского невролога, окулиста, ортопеда. Особенно до двух месяцев. То есть это не только педиатр, да? Не только педиатр, да. Который посмотрит температуру, например, да, и так далее. То есть рост, вес замерят. Нет. Есть еще и другие узкие спорта. По плану они должны пройти обязательно узкие специалисты. Это опять-таки для того, чтобы выявить какие-то отклонения от нормы здоровья ребенка. Насколько, как вы считаете, у нас сегодня дети охвачены вообще вот этим медицинским осмотром, медицинской заботой? Или есть действительно проблемы с тем, что не все детки, к сожалению, попадают вовремя и в нужный... Да, как раз таки хотела я этот момент раскрыть. То есть плановым профилактическим осмотром дети городской местности более-менее охвачены. К сожалению, об этом нельзя сказать о детях на периферии, где вот катастрофически не хватает узких специалистов, такие как детский невролог, детский хирург, детский ортопед. В связи с этим есть моменты, скорее всего, участились, наверное, статистики у меня нет, но есть информация, что участились такие запущенные стадии неврологических, ортопедических таких заболеваний. Ну и встречаются, к сожалению, онкозаболевания у детей. Вот. Ну, всем известно, что если вот заболевание, особенно в младенчестве, выявить на ранней стадии, то можно вылечить. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. К сожалению, конечно, родители обращаются к нам за медицинской помощью довольно поздно. Да, запущенных довольно поздно и запущенных случаев. Это очень плачевно. Ну, вот все-таки родители, да, я считаю, если так вот в общем посмотреть, конечно, за ребенка болеют, да. И то есть вдруг что-то, если чувствуют, что какое-то плохое ухудшение, да, самочувствие у ребенка, конечно, бегут к врачу. А вот себя всегда запускают. Им говорят, машут рукой, говорят, пройдет, пройдет. Я большой. То есть как бы перетерплю, переживу, поправлюсь, ничего страшного. Вот эта позиция человека очень часто приводит к тому, что выявляются многие болезни уже очень на поздней стадии. Да. Что с этим делать? Вот именно, мне кажется, здесь и работает плановый осмотр. Да, плановый осмотр нам надо вот широко внедрить. Знаете, что такое плановый осмотр, чекап? Это вот комплекс таких диагностических услуг, который проводится в более такое короткое время, ну, за один, два, максимум, может быть, три дня в условиях, ну, например, нашей клиники. Чекап называется, в зависимости, этот комплекс разработан в зависимости от возраста, пола и необходимого исследования таких важных органов и систем, как сердечно-сосудистые, общеварительные, эндокринные, дыхательные системы. И, соответственно, по результатам этого исследования, ну, дается медицинская рекомендация для профилактики заболеваний и лечения. Что очень удобно у нас, по вот этим вот системам разработаны прям пакеты исследований. Но самое важное, самое главное, прежде чем пройти этот медосмотр, этот чекап, пациент должен попасть к терапевту. Почему? Чтобы определить, учитывая жалобы, там, манамнесть, наследственность, другие вот факторы риска, да, определил врач, какой комплекс пациенту нужно пройти. А так вот, приходя, вот, выбирать какой-то вот пакет исследований немножко неправильно. В конечном итоге какая-то система или какой-то орган может остаться недообследованным. Поэтому визит к нашему терапевту. Клиника у нас многопрофильная. Все методы анализов, обследования можно пройти в наших условиях. Даже, скажу больше, можно обследоваться или подготовиться к какому-то обследованию, пребывав в условиях дневного стационара. Например, подготовиться на гастроскопии у кого-то в домашних условиях не получается, да. Колоноскопия – это исследование кищечника. Для этого нужно, как бы, пройти какой-то процесс очистки кищечника, да. Все это не у всех есть возможности пройти. У нас в клинике все это можно пройти в условиях стационара. Вот, кстати, это очень важный момент, да. Многие говорят, что это будет так затратно или, точнее, по времени затратно, да. То есть, смотрите, если делать полный чекап, как вы это называете, то есть, мне нужно туда, к этому врачу идти, потом к этому врачу, к этому врачу. Сколько времени я потрачу? Еще и буду бегать, да, из одной больницы в другую больницу. Меня будут там отправлять на разные обследования. Получается, у вас в клинике все это можно сделать в одном месте? В одном месте. И причем в более короткий срок. В течение одной-двух, максимум, может быть, три дня. Все это вот определяется сразу. В один день какие исследования может проходить, обследование проходить пациент. Уже с результатами анализов, обследования на следующий день попадает соответствующий специалист. И тем самым, ну, в конце делается, как бы, вывод у терапевта. Опять-таки. Чтобы подытожить результаты обследования. Получить, да, сведения в итоге, что, что, все ли нормально? Или что-то нужно тщательнее исследовать? Или где-то в чем-то полечиться, правда же? Давайте мы буквально на секундочку прервемся на рекламу, а после мы поговорим. Есть ли разница, что нужно больше, на что обратить внимание, например, мужчинам при обследовании или женщинам? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Итак, друзья, мы продолжаем нашу беседу с Зиной Кадыровной Ашербаевой. Сегодня у нас плановый осмотр. И мы говорим о том, что нам нужно сделать вовремя, когда прийти к врачу, чтобы он посоветовал. На что обратить внимание? По самочувствию. Возможно, пройти какое-то обследование или сделать какие-то анализы. Зина Кадыровна, вот если, например, мне 35, мне в моем возрасте уже стоит задуматься, я всегда говорю, я молодая, у меня такая энергичная, у меня вроде все хорошо, ничего не болит. Стоит ли мне, нужно ли мне прийти к терапевту, например, к вам, а вы терапевт, как я понимаю, да? И куда вы, что вы мне скажете пройти, на что обратить внимание, что вы у меня спросите в первую очередь? Да, правильно. 35 лет уже показания для прохождения, как я вам ранее сказала, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует ежегодно пройти просмотр. Не только вот 30 лет, 35 лет. Начиная уже, наверное, до подросткового возраста, это как бы дети наблюдаются у педиатра, потом они как бы остаются мне, как бы, внимания медицинских работников, и поэтому у нас разработаны пакеты уже начиная с 18 лет. И, соответственно, каждому возрасту расписан комплекс исследований, обследований, которые вот входят в ЧК. Ну, в вашем возрасте, ну, у женщины после 30-35 лет, это прямое показание прохождения медосмотра, потому что при этом появляется необходимость пройти обследование, как бы, железоистых органов, учитывая, так, все время у женщин гормональные какие-то вот изменения происходят. И, соответственно, 35 лет, не говоря о базовом исследовании, например, общей анализы крови, там, сахар, УЗИ внутренних органов, нужно дополнительно пройти УЗИ молочных желез и щитовидной железы. Параллельно УЗИ-комплекс гинекологический. Это необходимо, соответственно, и консультация специалистов. А мужчинам? Мужчинам тоже важно. Мужчинам желательно после 40 лет пройти то же самое базовое исследование, плюс урологический комплекс, то есть УЗИ органов урологических, и провериться на специфический онкомаркер. Называется у нас ПСА. Желательно мужчинам тоже уже после 40-45 лет, к сожалению, заболевание, онкозаболевание, сейчас уже встречается у более молодого возраста мужчин, поэтому уже начинаем уже с 45-49 лет обследовать на онкозаболевание параллельно. Что чаще всего выявляется? Какие болезни? Чаще всего выявляется у мужчин хронический простатит и более в таком возрасте, к сожалению, и рак предстательной железы. Поэтому стоит задуматься нашему населению мужского пола и желательно регулярно, ежегодно проходить это исследование. А вот такие вот заболевания, как сахарный диабет? Это да, это отдельный вопрос, да. После 45-50 лет мы начинаем искать у наших пациентов группы риска, то есть скрытый сахарный диабет, артериальную гипертензию, какие-то онкозаболевания. И хронические такие, скрытые, которые протекают заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе и язва. В более молодом возрасте, к сожалению, еще встречается рак желудка. Поэтому уже надо будет ежегодно проходить гастроскопию, сколоноскопию. Хочу подчеркнуть, что эти исследования у нас, обследования проводятся, проводятся причем под наркозом. Под наркозом и аппарат у нас как бы стерилизуется, автомат машины, где не везде это проводится, что очень важно. То есть через шланг гастроскопа и гастроскопа можем, к сожалению, передавать некоторые инфекции. Чтобы вот этого не было, у нас в клинике элементы гастроскопии обрабатываются стандартно в автомойке. Вот смотрите, у нас, мы сейчас начинаем говорить о том, что все-таки медицина шагает вперед, хорошие разработки, вот как вы говорите, да, в вашей клинике есть новые совершенно, ну, удивительные аппараты, которые позволят сделать вот эти процедуры, которые мы, как правило, воспринимаем, что это неприятная процедура и так далее, более комфортными, удобными, да, для того, чтобы все-таки это важно, это нужно, и это позволит выявить какие-то серьезные заболевания. Но что приводит к этим заболеваниям? Почему сейчас выявляются, вот как вы говорите, онкологические, например, заболевания все чаще? Это экология или образ жизни у нас такой сейчас стал? Что к этому больше ведет? Очень много причин. Соответственно, конечно, уровень нашей жизни. Здоровый образ жизни немногие, значит, ведут. Соответственно, это стрессы, какие-то инфекции. Например, гастрит и язву вызывают инфекция, хеликобактер пилори называется, это бактерия, которая вызывает воспаление, гастрит, вплоть до язвы и онкозаболеваний. Кстати, определение этого микроба параллельно с гастроскопией у нас проводится. Проводится, соответственно, мы их лечим антибиотиками, которые вот чувствительны к этому микробу. Ну и питание. Питание. Не всегда мы придерживаемся диеты, но если даже придерживаемся, как бы сейчас уже изучают, и это доказано, что многие пищевые продукты у нас не того качества. Мы думаем, что они экологичны на самом деле. Да, мы думаем, да. А на самом деле очень много добавок. Даже вот сейчас уже доказано, те же вот фрукты, например, яблоко, да, считалось как бы там много железа, но сейчас уже доказано, там не хватает 96% железа, потому что из почвы не получает. Ну и другие пищевые продукты. Очень мы сейчас как бы акцент делаем из-за, может быть, соцусловий, из-за уровня жизни на мучные продукты из пшеницы. Есть у большинства населения непереносимость содержимой вот этой пшеницы муки, там глютен называется. И, ну, мы от хлеба не можем отказаться, потому что мы... Конечно, в сему голова, как говорится. В какой-то степени зависимы. Зависимы. Почему? Потому что в этом пшеничной муке содержится глютиоморфин. То есть от этого не можем отказаться. А у кого проблемы с желудком кищечником, это получается не совсем желательный продукт. То есть получается мучные вещи, это вот что-то так вот мы прям вот к ним как будто зависимость приобретаем. А у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, зачастую мы на это не обращаем внимания. Поэтому, чтобы поглубже обследовать желудочно-кишечный тракт, вообще наше питание, вообще наше строение, содержимое жидкости в нашем организме, сколько жира, сколько мускулатуры. Вот есть сейчас современные исследования, биоимпедансные исследования называются. Кстати, у нас тоже это проводится с консультацией нутрициолога. Нутрициолога. И почему я немножко углубляюсь к этому? Потому что пациенты, которые вот обращаются к нам с проблемами желудочно-кишечного тракта, они получают такую информацию от нутрициолога, от нашего превентивного врача, вплоть до того, что вот утром чем завтракать, чем обедать, на ужин что приготовить, да, вплоть до этого. И, соответственно, качество жизни и продолжительность улучшается. Не всегда оказывается, что это дорого, да, питание, это правильное питание, наоборот, получается, наоборот, и более здоровое, и в конце концов, это просто забота о себе лишний раз просто приготовить что-то на кухне, нежели идти и купить в фастфуде. Вот у меня еще один такой вопрос к вам. У нас сейчас есть такая в интернете, это, конечно, вот, в общем-то, достижение, да, можно назвать его так. Но мне кажется, в медицине сейчас очень многие врачи приходят к тому, что это в какой-то степени зло, потому что каждый становится сам себе доктор, начинает читать какие-то бесконечные статьи. Это, конечно, неплохо для саморазвития, но сами назначают себе анализы, сами назначают себе лечение, и потом следуют вот непонятным, значит, советам специалистов в интернете. То есть как вы вообще можете это прокомментировать? Как может врач дать совет, если он не видит человека и не делает осмотр вот здесь, лично, да, сам? Да, есть такой момент, очень многие сейчас увлекаются интернетом, и бывает без показаний какие-то биологически активные добавки принимают, и в конце это одно. И потом бывает, что они лечатся, лечатся как бы по совету интернета или по совету там народного целителя, целителя еще хуже, да, и приходят, к сожалению, в запущенных стадиях заболевания. Поэтому желательно, конечно, не то, что желательно, это правильно будет, чтобы пациент приходил к доктору без осмотра, без как бы пальпации, там, что послушать, да, вот, посмотреть на пациента, выводы делать неправильно. Мне кажется, доктор даже, вот он когда видит человека, он сразу видит, если что-то не так. Да, да, да. Даже по внешним каким-то признакам, по внешности. Вот такой момент, конечно, нельзя обойти эту тему, это ковидная тема, да, которая нас застронула. Кто-то, может быть, переболел, ну, вроде бы, в более легкой форме. Все равно нанесет ли вред эта болезнь и на что стоит обратить внимание? Что может быть вот в группе риска после того, как человек перенес эту болезнь? Да, ковид, к сожалению, весь мир охватил, и в том числе и наше население. Да, кто перенес в более тяжелой форме, у них, сейчас мы вот на практике наблюдаем, последствия ощутимые. Ощутимые со стороны всех органов и систем. Так, если образно сказать, то сбои идут. А кто перенес или в легкой форме, мы не должны успокаиваться на этом. В любом случае, статистика говорит о том, что если даже в легкой форме перенес пациент, то последствия обязательно есть. Не только на легкие? Не только на легкие. В первую очередь нервная система сейчас страдает. Нервная система, сердечно-сосудистая, потому что там заинтересована, значит, свертывающая система. И когнитивные нарушения, что очень заметно. То есть... Это и память? И память, да. Умственная сторона. Вот это вот сейчас на практике мы наблюдаем у тех, если даже перенес в легкой форме. Соответственно, это вот прям вот нам всем показания обязательно к врачу периодически приходить. Соответственно, да. Соответственно, поддержать надо организм. Ну и, конечно, предупредить осложнение. Зинка Дырна, вот у меня к вам вот такая просьба. Обратитесь к нашим телезрителям. Что вы им посоветуете для того, чтобы сберечь свое здоровье сейчас, не откладывая на потом? Уважаемые телезрители, как врач я вам советую ежегодно проходить профосмотры, так называемый чекап, для того, чтобы знать о состоянии здоровья и предупредить какие-то грозные заболевания. Если даже они есть, то выявить на ранней стадии, что излечимо. Поэтому берегите себя. Вот такая сегодня интересная была у нас беседа в рамках нашей программы «Секрет медицины». И я очень надеюсь, что все наши телезрители вняли всем этим предостережением нашего замечательного доктора Айзен Кадровны. И все-таки терапевты – это великие люди, которые знают так много, которые вовремя могут увидеть, что не так, что что-то выдает, что у человека не все хорошо со здоровьем. Я всем желаю вам здоровья и, конечно же, прекрасного настроения от того, что вы себя прекрасно чувствуете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова